Здравствуйте! Мы продолжаем. У нас в гостях Антон Валерьевич Шутов, старший преподаватель, аспирант кафедры киноискусства и анимации Казанского государственного института культуры и его студенты Егор Зайцев и Вероника Ваганова. Доброе утро! Рады видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас есть съемочные проекты в республике и, если есть, какие проблемы, какие темы волнуют начинающих кинематографистов? Начинающие кинематографисты – это ребята и до 18 лет, и студенты факультета кино и телевидения наши. И темы, на которые снимают сейчас фильмы в республике, совершенно разнообразные. Это и по жанрам, и по направлениям. Это и зомби-апокалипсисы, и апокалипсис-фильмы, и драмы, и мелодрамы, и даже какие-то новые экспериментальные жанры. Вот у нас есть, кстати, несколько отрывков. Давайте посмотрим и вместе с вами обсудим. Давайте посмотрим. Я думал, что ты поедешь с нами. А еще я люблю кататься на поезде. Слышу стук колеса. Чув, лечув, 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 лечув. Мурашки побежали по телу. Это что-то мистика какая-то? О чем это? Лимб. Смотрите, я видел вот этот шедевр Кристофера Нолана, да. Начало, где они попадали в лимб, это место, из которого уже не выбраться, некая такая область сознания. Да, место перехода. И вот один из авторов работает, и Егор Зайцев. Да, не самый лучший отрывок, конечно, взяли, но все равно. Но по мурашкам нормально сработало. Да, конечно, все равно. Да, этот фильм снимался на одном из фестивалей в Казани, на нем собираются школьники и студенты, и этот фильм, собственно говоря, он идет 10 минут, а снят был всего лишь за 12 часов. Да. От разработки идеи, от написания сценария и до финального монтажа цветокоррекции прошло всего лишь 12 часов. Вот это да. Это был какой-то киносъемочный марафон, как-то. Да. Хорошо, давайте посмотрим еще один отрывок. Так. Вы скажите, зачем вы дверь закрыли, а? Вы почему молчите? Откройте мне дверь, мне домой нужно идти. Слушайте, я сейчас полицию вызву. Извините, господин бизнесмен. У вас ничего не получится. В смысле не получится у меня? Скажите, есть какая-то проблема, что ли? Я не понимаю, мне нужно домой. Это у вас проблема, господин бизнесмен. То есть он не сможет выйти, пока не научится ценить время? К сожалению, да. О чем речь здесь? Это сказка? Ну вот, это сказка, я думал, Вероника лучше расскажет об этом. Да, это сказка, то есть идея вообще взялась, известное телешоу есть на телевидении, вот, и как-то так выцепили оттуда. Ну, какая-то игра. И все, уже начали накладывать мясо. Вот, ну, да, наверное, тоже где-то 12 часов вот этот фильм снимался. Я режиссировал, да, поэтому... Это тоже был киномарафон такой. А вот это да. Это просто смесь солянка. Тут можно и заметить, если посмотреть весь фильм, и Алису в стране чудес, и тень Евгения Шварца, и все. Да, да. Это в свободном доступе вообще, можно посмотреть? Конечно, 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 да. И в том и в другом отрывке снялись известные актеры российского уровня, это Иван Громов, который сейчас был на экране. И Сергей Друзьяк. Сергей Друзьяк, известный персоной многих телеканалов. Очень интересно, я вот как раз хотел уточнить у вас, на каком уровне в сравнении с российским, с мировым кинематографом находятся наши татарстанские ребята? Ну, вообще, Республика Татарстан это третье место в России, где люди могут получить высшее образование в сфере кино. Первый это ВГИК Москва, второй это Санкт-Петербург, и вот третий это Казань. Казанский государственный суд культуры, факультет кино и телевидения. И поэтому производство фильмов у нас есть, оно ощутимо, и уровень его позволяет гордиться на российском уровне. И даже на международном смотрят картины, снятые в Казани и в Республике Татарстан. Нам есть действительно чем гордиться, но от чего не хватает в работах дебютантов, каких знаний, навыков? Ну, может, на что следует обратить внимание начинающим кинематографистам? Я думаю, что в кино очень действенный способ, как многих детей учили плавать, родители, да, это просто бросают в воду, и либо ты выплывешь, либо, да. Вот, поэтому в кино, собственно, надо так же. Я думаю, что не хватает в первую очередь практики, конечно. То есть выбиваются те ребята, которые сами хотят, которые сами идут, и мне все равно на знании, вот, я что-то сниму, не получится, сниму еще раз. А те ребята, которые сидят и ждут, ну, вот, когда же мне предложат, как правило, ну, редко что получается. Нет, практика обязательно. Вот у нас есть еще один отрывок, давайте посмотрим. Мы нормально собрали отрывок. Паша, это я. Прости, что опоздала, у меня сел телефон. Вообще, сегодня такой день. Все началось с того, что я поругалась с мамой, потом я добиралась сюда автостопом. Представляешь, я первый раз в жизни вообще... Сеня, привет. Ой, Маша, привет. Может, ты нас познакомишь? Ты, наверное, не так поняла. Это, наверное, она обозналась. Девушка, простите. Вот так и разбиваются сердца. Интересный, это временно суровый кадр. И еще есть информация, что данная картина выиграла некий приз, где, когда это было, было ли. Все, кстати, картины выиграли. Да, да, расскажите. Ну, давайте мы вот про конкретно вот эту картину. Ну, и фестивальные движения всероссийские, оно объединяет в республике Татарстан под Казанью сразу многих кинематографистов многих регионов. Движение «Алга», где творчество и развитие, это вот киноискусство и телевидение в том числе, это для ребят до 18 лет. А какие перспективы в развитии республиканского кинематографа ожидают нас? Ну, наверное, в первую очередь это технологии, которые сейчас изменчивы, с каждым днем появляется что-то новое, и мы видим даже фильмы в 360 градусов, где просто на экране о виртуальной реальности мы можем наблюдать. Да, да, а еще сейчас модно фильмы, снятые на телефон, я вот слышал, сейчас такие даже большие гранды режиссеры говорят о том, что мы можем снять на хорошую камеру на телефоне. Лишь бы история была хорошей и был талант у авторов. Ну, мы не сомневаемся в таланте ваших учеников, мы желаем вам творческих успехов, новых проектов, конечно же. И хотим сказать о том, что есть еще такие ребята, которых тоже можно снимать, и один из них перед вами, и вам сейчас что-то говорят. Ой, вот как же о себе-то любимому не сказать. Спасибо большое, что пришли к нам с утра пораньше. Всего вам доброго, это было замечательно. Спасибо вам большое, и я не шутил. Спасибо.